У нас нововведение с прошлого года, во-первых, в самой процедуре поступления на обучение в Академию Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан. Но в первую очередь нужно отметить, что сама процедура, начиная с подачи самих документов, изменилась. Если в прошлом году требовалось более 13 документов, то сейчас, чтобы поступить в Академию, можно достаточно подать 7 основных документов. В первую очередь, начиная уже с подачи документов, есть значительные изменения. В этом году минимальный пакет документов, 7 документов. Первое – это заявление, второе – это копия документов образования, третье – это результаты копии сертификатов IELTS либо TOEFL. Либо, если нет ни АСа, ни TOEFL, можно сдать АПТИС на базе Академии. Да, АПТИС – это младший брат IELTS. То есть АПТИС будет проводиться Британским Советом, и все желающие могут подать заявки до 10 июля. Попробуйте сдать этот IELTS. То есть результаты АПТИСа, IELTS либо TOEFL. Далее документ, подтверждающий трудовую деятельность. Документ, справка 086. Далее, если претендент подает заявление на магистратуру, то он предоставляет мотивационное эссе. Либо и второе эссе – это эссе по предмету. Эссе по предмету предполагает, что обучающий, претендент выбирает тему эссе в зависимости от специальности, где выполняет задание, старается максимально раскрыть тему своего эссе. И, естественно, претендент предоставляет направление с государственного органа. В самой процедуре, сама процедура, я считаю, что она все-таки достаточно простая. Открытый, любой желающий может поступить. Ну, во-первых, после того, как претендент сдал документы, они проверяются на соответствие требованиям в рамках заданной программы. Далее идет оценка этих эссе. Если по магистратуре оцениваются два эссе, если докторатура оцениваются мотивационные эссе и план научной работы. И следующим этапом идет уже собеседование. Вот это, наверное, основное нововведение собеседования. Кто принимает собеседование? В основном члены комиссии – это неправительственные организации, это государственные органы, это депутаты, а также представители академии. Эссе, в основном, само собеседование предполагает ряд вопросов, где будут оцениваться личные сны и профессиональные компетенции. Будет акцент сделан на пять моментов. Первый – это идет оценка академических успехов. Далее – это лидерский потенциал, это профессиональные компетенции, знания, это аналитические способности, которые будут проверяться методом решения кейса. Обучающим будет дан кейс, где и дано определенное время, за которое он должен решить кейс. В кейсе нет неправильного или неправильного ответа. Задача – посмотреть, насколько претендент готов, как он может решить этот кейс. И также будет оцениваться культура мышления. Культура мышления на трех языках. То есть собеседование может проводиться на трех языках. Член комиссии задает вопрос на любом языке – казахском, русском, английском. Претендент может ответить на вопрос на любом языке. Академия осуществляет деятельность по 10 магистрским программам и 4 докторским. В этом году будут открыты, запускаются 4 новые программы. Во-первых, 10 магистрских программ – это магистр государственного менеджмента, рассчитана на управленцев высшего и среднего звена, где стаж работы требуется 5 лет, в том числе 1 год на руководящей должности. Новая программа вводится – это магистр цифрового государственного управления, где стаж работы 4 года, из них 1 год на руководящей должности. Магистратура по антикоррупционной политике. Далее, новая программа также вводится – это магистр государственного управления и право. В чем особенность этой программы? Дело в том, что программа рассчитана для тех, кто занимается разработкой стратегий документов, программных документов. Данная программа, анализ политики и права, предполагает изучение не только таких предметов, как анализа государственной политики, а также правовых аспектов, которые необходимы при разработке стратегических или программных документов. Следующая программа, достаточно новая, она была запущена в сентябре прошлого года – это программа регионального развития. Эта программа рассчитана для государственных служащих из региона, тех, кто занимается развитием региона. В чем особенность программы? В том, что в содержании программ включены такие предметы, как управление городом, развитие сельских территорий, в основу которых ложится практический аспект. Магистрская программа по международным отношениям просчитана не только для тех, кто занимается дип-вопросами, но также государственные служащие из ЦГО или МИО, которые занимаются вопросами международных отношений. Программа МПП предполагает двухгодичное и годичное обучение. Магистратура государственной политики предполагает, что во время обучения ребята будут проходить такие курсы, как анализ государственной политики, анализ экономической политики, анализ социальной политики. То есть тот базовый курс, который поможет им в дальнейшем при разработке и анализе государственных программ. Программа экономика, 10-я программа в списке программ магистратуры, двухгодичная программа. Особенность данной программы заключается в том, что у ребят будет возможность выбрать направление. Предполагается три модуля. Программа экономики, особенность заключается в том, что по окончанию программы ребята могут получить специализацию по трем направлениям. Это управление экономикой, статистика и третий – это государственный аудит. Если ребята выбирают по данному модулю определенное количество выборных дисциплин по выбору. Если же есть госслужащики, которые заинтересованы во всех модулях, они выбирают и по госуправлению, и по статистике, и по управлению экономикой, тогда он получает просто диплом без специализации. Также у нас программа предполагает четыре докторских программ. Это и ДП, 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 и ДП. Это докторская программа по экономике. Основное требование к поступлению на программу докторантура – это в первую очередь, помимо перечня документов, включая в перечень документов, должен быть план исследовательской работы. Я бы попросила ребят, те, которые планируют поступать на данную программу, уделить особое внимание. Почему? Потому что, во-первых, это не просто оценивается. Программа рассчитана всего на три года. За три года предполагается, что государственный случай должен успеть написать диссертацию и определенное количество статей. Поэтому предполагается, когда государственный случай приступит к обучению, у него уже есть не просто тема исследования, а уже план, предварительный инструментарий, которым он будет пользоваться для выявления тех или иных особенностей в рамках своей тематики. В первую очередь, обучение построено на том, чтобы развить у государственных служащих компетенции. Каждая программа построена на наращивании компетенции. То есть, если госслужащий занимается, опять же, развитием региона или государственный служащий, который планирует заняться или занимается в данном случае анализом политики, то предполагается, что компетенции, которые ему нужны будут, он сможет нарастить во время обучения. К примеру, мы ориентируемся на 11 компетенций по ЕРК. И дополнительно к 11 основным компетенций в некоторых программах, как международные отношения, мы включаем еще три компетенции в рамках ООН. Также в рамках программы МПМ, магистр государственного менеджмента, мы предполагаем к 11 компетенций, мы предполагаем еще одну 12 компетенцию в рамках британской модели. Это стратегическое введение. То есть, в чем будет преимущество плюс? По завершению программы мы предполагаем, что обучающийся, он сможет нарастить компетенции для того, чтобы перейти на следующий уровень по ЕРК. Если к нам поступает с четвертого уровня по ЕРК, это в основном специалисты, то по завершению обучения ему позволит, мы постараемся нарастить ему компетенции на третий уровень, на высший уровень. И второй, наверное, основной момент, что здесь присутствует в обучении не только теория, но и практико-ориентированный подход. В чем он заключается? Но в первую очередь, если в государственном случае подает, он уже должен прийти с предварительным, так скажем, направлением, что он собирается исследовать в рамках программы докторантуры. Если это программа магистратуры, то обычно не пишут проект, магистрский проект, либо диссертацию, если это угодичная программа обучения. Предполагается, что тема проекта, она соответствует ему функционалу. Соответственно, когда при защите самого проекта, после завершения обучения, то результаты данного проекта он сможет применить на практике, уже в своем госоргане. Практика и стажировка – это один из компонентов, так скажем, практико-ориентированности. Но, во-первых, что это дает? Во-первых, во время практики ребята могут собрать материалы, практические материалы, дополнительные материалы для своего проекта или диссертации. Во-вторых, есть программы, которые предполагают стажировку за рубеж. Как правило, обычно это двухнедельная программа. Есть программы, которые предполагают семестровое, то есть обучение, где ребята выезжают на три месяца в УЗ-партнер, где проходят не просто теоретическое обучение, а собирают материалы для своей диссертации проекта и встречаются с государственными органами. Поездка тоже предполагает, стажировка вообще в целом, большая часть построена на том, чтобы на практике посмотреть зарубежный опыт, как принимается решение, помимо этого, какие инструментарии они при этом используют. То есть развить более, так скажем, кругозор, но при этом не просто развитие кругозор, а что можно использовать у нас здесь, в Казахстане, как это можно применить, как это правильно сделать. Вот результаты стажировок и практики, они ложатся в основном в проект, финальную работу магистрантов либо докторантов, и которые планируются ребята по выходу на работу дальше реализовывать. Большой вопрос возник из языкового плана, но, в принципе, академия проводит языковые курсы специально для государственных служащих для подготовки их к данному экзамену. Более того, эти курсы проводятся бесплатно. Они проводятся в Академии в Астане, а также планируются проводиться на базе филиалов в регионах. И, в принципе, было очень много желающих участвовать в данных курсах. Самое интересное, стоит отметить, что все это реально, здесь нет ничего сложного. Если есть действительно желание, можно подготовить английский, можно сфокусироваться и четко определить в мотивационном эссе, для чего государственные служащие хочет поступить на госслужбу. И, соответственно, можно сфокусироваться и написать эссе по предмету. Здесь главное желание. Это 3-4 человека на место, в зависимости, опять же, от программы. Но нужно отметить, что в прошлом году было 6 программ по магистратуре и 4 по докторантуре. А в этом году у нас 14 программ. 4 докторантуры и 10 по магистратуре. Соответственно, здесь очень сложно будет провести, потому что, соответственно, будет разный спрос на разные программы. Но я бы акцент не стала делать на статистике. Дело в том, что здесь важно, чтобы государственные служащие не зацикливались на том, сколько человек подает, а сфокусировались на себе, сфокусировались на своем плане развития. Если он видит точную цель, для чего он хочет поступить, видит, как это сделать, то это реально. При зачислении в академию подписываются трехсторонние договоры между академией, поступившим на обучение и направившим на обучение госорганом. В соответствии с данным договором госслужащий по завершению обучения возвращается в данный госорган и отрабатывает. В данном вообще на госслужбе не менее трех лет, а в данном госслужбе не менее одного года. Во-первых, при подаче документов претендентам не нужно личное присутствие. Существует несколько форм подачи документов. Первое, это можно отправить через ЕГОФ. Второе, это можно, конечно, приехать в Астану, но не обязательно. Третье, мы сейчас запускаем сайт и можно подать документы через сайт. Все очень просто. То есть с подачи документов можно, сидя с дома, отсканировать все нужные документы и отправить. Второй момент доступности, английский язык. Опять же, уровень, минимальный уровень требований к английскому языку, это 4.0. Опять же, в зависимости от программы, что такое 4.0 по IELTS? Это базовый уровень. Его можно добрать вот в рамках тех же курсов, которые проводит Академия. Главное опять же хотеть, то можно подтянуть английский язык. Далее, эссе. Эссе пишет сам претендент. И здесь все зависит от него. Проверяется эссе двумя экспертами, причем называется слепое оценивание. Когда оценивающий не знает, кто подает имена, кодируется, и уже эксперт получает эссе с кодом. Он не знает, чье эссе он оценивает. А также момент, наверное, о доступности, нужно сказать, говоря о самом собеседовании, форме собеседования. Это новая форма, которая была введена с прошлого года. Здесь нет заранее заготовленного вопроса определенным лицам и так далее. Во-первых, состав самой комиссии говорит сам за себя об открытости, о прозрачности, о доступности. Во-вторых, оценивается, то есть сам претендент оценивается несколькими людьми по нескольким, по пяти основным направлениям. То, что говорит опять же о доступности. Более того, хотелось бы отметить, что английский язык не оценивать баллы, не получает за английский язык. Английский язык — это требование, это тот трамплин, который нужен, чтобы документы были допущены к конкурсу. Я думаю, все моменты — это уже говорит о доступности. Кроме того, английский язык проводится британским советом. Опять же, все максимально открыто, доступно. Здесь самое, опять же, главное, я еще раз повторюсь, желание. Если человек желает, если он хочет, он поступит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова